Так, ну всем привет! Для меня, у меня, вернее, к вам очень важная информация. Многие пишут и многие ходят слухов о том, что YouTube могут заблокировать. Поэтому, ребят, все, что мы делаем, все, что мы спасаем, содержим и лечим, это только благодаря вашей помощи. Поэтому для подстраховки я прошу вас подписаться на Дзен, в Телеграм, ВКонтакте. Потому что неизвестно, что в нашей стране будет. И если не будет вашей помощи, эти хвостики просто... Мы не сможем их всех содержать. Сейчас я приехала к дружку, в клинику, посмотрим состояние его ран. Все лечение происходит в долг, сумма уже немаленькая. Сейчас точно узнаю, покажу вам состояние мальчишки. Также прошу, присмотритесь. Помощи сейчас нет, от слова совсем. Но нам нужно продолжать и строиться, и лечить. И содержать животных. Как это все сделать, без помощи, я, к сожалению, не знаю. Ну, идем в дружку, дальше едем в приют. Так, ну вот наш дружок с дренажами. Опухоль уже меньше, он не воняет. Грануляция идет, но вопрос, конечно, небыстрый. Вывела его на шлейке, потому что на шею цеплять там нечего. Некуда, живого места нет. Мальчишка небольшой, среднего размера, и после лечения было бы идеально, чтобы он нашел сразу свой дом. Потому что пацан настрадался. Хороший, добрый, ласковый мальчишка. Дружочек, идем. Идем ко мне. Иди у тебя шейка. Вот так шейка выглядит наша, да? Вот наш мальчишка. Вот наш мальчишка. Фу, фу, дружок, фу. Пойдем. И вот он, сам, сам идет. Молодец он у нас, молодец. Давай, пойдем. Пойдем, мой хороший, пойдем. Идем, 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 идем. Идем, сын. Идем. Идем, мой малыш. Идем, дружок. Иди ко мне. Иди сюда. Так, ну мы только подъехали. Нас радостно встречают. Включаюсь. Доску оторвали. Сейчас надо прикрутить. Как встречают новых зайцев. Молодец. Гром, нельзя так делать. Гром, нельзя так делать. Давай, лапку. Лапку. Вот, лапку. Ну вот такие они все радостные. Они сытые. Как бы то ни было, мы стараемся создавать им хорошие условия. И все это только благодаря, ребят, вашей помощи. Поэтому не стану просить. Нужно пока же, пока же продолжать стройку. Нужно подсыпать ПГС. Потому что вот они роют. И плюс ПГС еще уходит со временем в землю. Поэтому его нужно подсыпать. Но его нужно купить, потому что его сейчас нет. Так же закончился горбыль практически. Очень много нужд. Поэтому всегда приходится просить, потому что нет какой-то поддержки от государства. Нет ничего такого, чтобы нет каких-то спонсоров. Только от вас зависит их жизнь и счастливые. В идеале, конечно, им нужен еще и дом, но это лирика. Не знаю почему. То ли у всех есть уже животные, то ли просто их не видят. А они такие красивые, они такие ласковые. Скажи, я тебе не дам ничего делать, пока ты меня не пообнимаешь. Пока ты меня не пообнимаешь и не поцелуешь. Смотрите, какая красота. Без хвостика девчонка. Не сильно крупная, но и не мелкая. Девочка молоденькая, очень ласковая. В общем, проезжая деревню, где периодически выкидывают животных, мы давно замечали, что она ходит как непрекаянная, но она то появлялась, то исчезала. И не так давно стали замечать, что там возле магазина, то есть в центре деревни, образовалась большая стая. То есть вот эта девчонка и штук шесть кобелей. Многие в деревнях отпускают животных на самовыгул, но, как оказалось, мы приняли решение, всех не заберешь, но мы забрали девчонку. И с тех пор, вот несколько дней уже ездим, стаи нет. То есть кобели вернулись домой. Девчонка в течке, вот наш Бруно, он давно уже кастрированный, но он прям ухаживает, то есть у него настолько от нее вот этот гормональный фон зашкаливает, что даже кастрированный Бруно помолодел и решил, что он жених. Ого-го, да? Девочка прям молоденькая, то есть ей где-то годик. Нам очень нужна семья. Сейчас она в течке, то есть стерилизовать ее нельзя. То есть пройдет течка и спустя какое-то время нужно будет ее стерилизовать. Самое главное, что разбили стаю, то есть иначе все бы пошли под удар. Деревенским это не нравится, деревенские не любят кучу собак. Поэтому вот такая вот девчонка еще у нас. И нам очень нужен дом. Так, у нас был перерыв между уборкой. На обед кормили детей. Да, детей кормили, мои сладкие. Смотрите, какие они были дикие. Они с каждым разом все лучше и лучше привыкают. А мулька-то не жнулька изначально была. А вот эти вот. Да, да мои вы сладкие. Да, мои вы сладкие, красивые дети. Ребята, присмотритесь, какие дети замечательные. Мы не жадные, у нас их много. Мы с удовольствием поделимся. Мамулька так вообще нежная девочка. Дашь мне лапку? Лапку дашь? Дай мне лапку. Лапку дай. Вот мою лапочку. Моя девочка мне лапку дает, да? Дай еще лапку. Дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Молодец. 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 А вот и еще красивые дети. Лола у нас как поезд, так как беременная. Да, Лола? Ты бочонок? А ведь ты стерилизованная. Потому что детенки, детенки, мальтенки. Томочка. Мои красивые попрыгунчики, которые готовы на голову залезть. Девчонки у нас уже обрастают. Да, ежа? Чука. 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 В предыдущем ролике я им закапывала яму. Я закапала им яму, а они сожрали корыто. Скучно, что ли? Ты дед, бурдет. Уйди, Альма. Варвары. Также сейчас у нас была потасовка, потому что новая беленькая у нас сваливает с вольера. Ее посадили за место Насти вкрытый в вольер. Настя все дело в том, в вольере. Для чего я им это объясняю? Для того, что когда вы пишете спасите всех, да, и запихаете, их нельзя запихать. На одну территорию. То есть их нужно обязательно подбирать. Сейчас заметила, что Настю там зажимает, и пальма ее не выпускает с будки. Когда позвала Настю, Настя вышла, кинулись пальма, но остальные присоединились. Разогнала кучу малу, но дала возможность Насте разобраться с пальмой. То есть физически Настя сильнее пальмы, то есть не до крови, но чтобы немножко было понятно, что так себя вести нельзя. Потому что пальма, у нас либо ее везде обижают, либо она обижает. Вот такая характерная дамочка. Сейчас Настю пересадила вот сюда. Они ее еще немножко, это облаивают. В принципе, девчонка виляет хвостиками. Спери, нельзя. Дрожить надо, да. Да, Настенька, да. Вот поэтому нельзя просто взять, напихать собак, или допустить их в общую территорию, потому что будут в любом случае плоки. Эти драки могут закончиться очень даже печально. Ты здесь нормально? Тебя не обижают? Кто не палает? Девки! Сама по себе Настя не злобная, но отпор может дать. Единственное, конечно, отпор никогда не толпой нападает. Так что смотрим, как будет уживаться здесь. Но я думаю, что здесь будет нормально, здесь головали беляши. Если беляши уже спокойно относится, игнорирует, значит, все должно быть хорошо. Вот и все, мои красивые дети. Здорово, здорово, здорово мои, с сережками. Ой, с сережками, ой, ой, ой. Чернышка. Влад. Ты че? Ты че меня пинаешь? Ты че меня пинаешь? Пузо тебе тесать? Ты меня свалишь! Тетенки мои! Да мои тетенки! Красивый мальчик! Красивый! Здравствуйте, мальчики-девочки! Уборка номеров. Че, уборку номеров заказывали? Баишка, алабаишка. Харон. Бать, вот если ты на меня прыгнешь, ты меня сломаешь точно. Смотрите, у него рожа такая же, как у меня, по размерам. Да? Вот это у тебя личико. Это побольше у него. Вот это у тебя личико, как мое. Дай покажем. Скажи, мать, ты какая-то дурная. Че там, записки на ведре оставили? Читаете записки? Ати мои дети. А мои дети. На. Не, не вкусно. Так, ну все, давайте убираться. Самый мебельный вольер. Наша Аленушка. Красотка. Посмотрите, какой хвостик. Ой, какой хвостик у Аленки. Какой красивый хвостик у тебя. И тебя еще не взяли, дочь моя. Вот этот мальчишка, очень нежный, ласковый мальчик. А Рыжуля, как всегда, ест. Армянская женщина. Толстокопик. Рыжушка, что ли? Да. Мам, Даня, закрывайся. Паша, куда пошел? Ганя ушла. Ты пришел меня обнимать. Так, ребят. Ну вот у нас вечер наступил уже. У нас проблема в чем? У нас осталось два мешка кошачьего корма. Раз и два. Нам этого хватит, но это на 5-6 дней максимум. То есть необходимо закупать корм. Это еще как минимум. Берем объемами минимум 100 килограмм. 100 килограмм это 16 тысяч. А 1600 мешок. Также надо будет освобождать сарай. В скором времени. В принципе и наполнитель уже осталось тоже не так много скоро его заказывать. На все это нужны средства, деньги. И скоро также заказ соломы на зиму. То есть нужно будет здесь по максимуму брать. Старую мы все уберем. Разложим по будкам и закажем новую. То есть если будем брать с поля, тюк будет обходиться 80 рублей. Нам как минимум 150 надо. И плюс доставка. Поэтому не забывайте, пожалуйста, про нас. Нам всегда нужна помощь. Мы держимся только благодаря вашим пожертвованиям. Потому что другой какой-либо помощи, спонсорской у нас нет. 200 хвостиков на руках. То есть мы несем за них ответственность. И поэтому каждый раз я вынуждена вас просить. Потому что по-другому никак. Они хотят быть в тепле, в комфорте. Ухоженные, чистые и сытые. Также напоминаю, что неизвестно, что будет с ютубом. Меня тут многие пугают, что ютуб заблокируют. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, вконтакте, на дзен, в телеграм. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем добра. Пишите комментарии, ставьте лайки.